Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина. И в начале выпуска коротко о его главных темах. Нами ребенок был обследован, был проведен обследование, лентген, который показал именно признаки бронхита. Данных за пневмонию не было. К сожалению, так случается. Маленькую жительницу Канска экстренно отправили вертолетом в Красноярск после недельного лечения в местном стационаре. Канские медики диагностируют бронхит, в краевой больнице тяжелейшую форму пневмонии. Так разукрасить все эпизоды, все эти разговоры, теми приемами, которые я сейчас увидела, я в полном восторге. Весна в Каннском драматическом театре началась с премьеры спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Новый взгляд на историю одной семьи представили режиссер и художник из Москвы. Скорость, драйв и крутые виражи – все это трековые гонки. Этап чемпионата края по этому захватывающему виду спорта прошел накануне в Каннском районе. И теперь обо всем подробнее. Халатность врачей, отсутствие грамотной диагностики или трагическое стечение обстоятельств. Родители новорожденной Варвары Поляниной уверены. В том, что их дочь сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации межрайонной краевой детской больницы, виноваты каннские медики. Мы писались с соплями еще там, она шмигала носом. Ну, врачам говорила, те только говорили, что катайте, катайте и жжите жгутики из ват, чистите нос. Сразу после выписки из роддома за малышкой наблюдала участковый педиатр. Родителям было рекомендовано необходимое при ОРВИ лечение. Они вызвали скорую помощь, когда у новорожденной девочки уже на протяжении недели не проходил сильный насморк. Их доставили в стационар. Там врачи осмотрели, сказали, что состояние не вызывает опасений. Посоветовали продолжать промывать нос и отправили домой. На следующий день у двухнедельной Вари начался кашель. Мы пробыли дома неделю, полторы. Потом вызвали скорую, уехали туда. Нам сказали про лечение, что уже все есть на руках, купить еще свечки и отправили домой. Ну, и сказали, может, что вам тут делать. И все, на следующий день она стала кашлять. Мы уже поехали туда, сами на машине. Когда девочке стало хуже и Полянины самостоятельно привезли ребенка в больницу, Варю сразу положили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Врачи диагностировали бронхит. А спустя сутки снова перевели в обычную палату. В течение недели они лечат мою дочь. В течение двух из этих дней ребенок мой синел. То бишь были приступы гипоксии. Но, как моя жена говорит, никто к этому внимания не привлекал. Сейчас Варя находится в межрайонной краевой детской больнице. 27 февраля ее экстренно на вертолете отправили в Красноярск. Родители сейчас в Каннске и ждут, когда маме позволят приехать и быть с ребенком. Девочка лежит в реанимационном отделении. У нее правосторонняя пневмония. По заключению красноярских врачей она перенесла гипоксию третьей степени. Главной проблемой была действительно ремит, заложенность носа и бронхит. То есть это проявлялось хрипами. Нами ребенок был обследован. Было пройдено обследование. Рентген, который показал именно признаки бронхита, данных за пневмонию не было. К сожалению, так случается. По словам главврача Каннской детской больницы, состояние ребенка резко ухудшилось на фоне относительного благополучия. И сейчас сказать, почему так произошло, сложно. Может и вовсе ребенок поперхнулся при кормлении, что спровоцировало отек легких. Диагноз пневмония мы не выставляли и не заподозривали. И мы отсюда ребенка переводили с диагнозом бронхиолит, то есть поражение всех людей. Семья Поляниных пытается добиться правды от канских медиков и понять, почему так произошло с их малышкой. Запросили историю болезни. Может быть, она внесет ясность. Однако есть у родителей опасения, что записи в карточке маленького пациента фальсифицированы. Поскольку уже слова врачей расходятся с тем, что происходило в период их лечения в Каннском стационаре. Остается верить, что диагноз красноярских врачей будет понятен и точен. Авария, наконец, выздоровеет. Другим темам. В Зеленогорске состоялось окружное педагогическое совещание. Это традиционное ежегодное мероприятие, основная цель которого – определить ключевые направления изменений в краевой системе образования. Участниками стали около 600 человек, представители 13 территорий Восточного округа Красноярского края. В том числе и канцы. Подробнее в рубрике «Точка на карте». В Большом зале городского ДК заняты все места. Среди участников не только работники образования, но и главы муниципалитетов, а также работники органов опеки и попечительства, представители общественных организаций. Весь Восточный округ здесь, и поэтому самое главное – это профессиональное общение. Оно очень нужно, оно необходимо для того, чтобы получить такую экспертную оценку. Со стороны профессионалов представить свою практику и познакомиться с практиками других. Такие мероприятия, они ежегодные, традиционные, и они позволяют нам, руководителям на местах, из первых уст, от министра, от заместителей министра, от начальников отдела, услышать то, о чем, в общем-то, говорят в образовании, о том, что идет, какие изменения. В пленарной части всего один доклад министра образования Красноярского края Светланы Маковской. Его тема созвучна теме всего совещания – планирование достижения образовательных результатов как ресурса развития территории. Основная задача сегодня – это вырастить самостоятельных граждан, способных благополучно жить и эффективно действовать, добиваясь своих целей. Для этого нужно четко понимать, каких результатов должен достигать ребенок на каждой ступени. Так, в начальной школе необходимо научиться грамоте и умению работать в команде. Среди результатов основной школы должны появляться проектная компетентность и информационная грамотность учеников. Перед старшей школой и системой профессионального образования стоит задача формирования общепрофессиональных, универсальных уже компетенций. Она является для них предметом кооперации и интеграции деятельности. В число общепрофессиональных универсальных компетенций как наиболее важных входят такие, как способность к самообучению, ответственность, креативность, высокая степень адаптивности к меняющимся условиям рынка труда и жизни. Для достижения цели существенно меняются условия образования. Например, обновлено содержание предметов. Созданы специальные задания по математике и физике, которые сегодня становятся метапредметными и решаются школьниками на специальных математических турнирах. Данный подход получил высокую профессиональную оценку коллег даже из других регионов. И данные разработки были использованы в республике Саха-Якутия. Инфраструктура школ в регионе тоже успешно меняется, причем созданы условия не только для одаренных детей. Победителем в конкурсе «Доступная среда» сегодня является Канск. А в 167-й школе Зеленогорска и Абонска внедряется инклюзивное образование. На подготовку школ к новому учебному году в краю выделено 24 миллиона рублей, еще 50 миллионов на обновление автобусов. Однако вместе с успехами были обозначены и проблемы. Актуальным остается вопрос трудоустройства будущих специалистов. Молодежь сегодня уезжает из региона и особенно из закрытых городов. Потому что у нас нужно чем-то с одной стороны занять людей, с другой стороны найти дальнейшее продолжение развития территории. Потому что и электрохимический завод, который у нас присутствует, и Красноярская ГРС-2 имеет серьезное будущее на долгие годы. Но действительно потребности в таких трудовых ресурсах у них нет. Малый бизнес, очевидно, здесь задачу не решит. Поэтому мы наметили несколько направлений, и, конечно же, к образованию есть определенный заказ. В рамках совещания министр образования края также посетила среднепрофессиональные учебные заведения «Зеленогорска», одной из которых является краевым. А также осмотрела зеленогорский детский лагерь, напоследок пообещав решить проблему с недостатком спальных мест. А в это время в нашем городе в школе номер 3 проходил последний день краевого фестиваля издателей школьных учебников и пособий. Помимо представителей издательских домов, в мероприятии приняли участие специалисты Красноярского института повышения квалификации работников образования, а также педагоги, управленцы, библиотекари со всего Востока края. На фестивале обсуждались вопросы повышения качества школьного образования. Мероприятие состояло из двух частей – пленарной, где были затронуты наиболее актуальные вопросы, и мастер-классов, и семинаров. Цель этого семинара направлена на повышение качества современного школьного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. То есть, на данном мероприятии обсуждаются вопросы, проблемы повышения современного школьного образования. Также педагоги смогли детально ознакомиться с продукцией издательств, выпускающих учебную литературу, которая входит в федеральный перечень учебников. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Как стать участником территории 2020 и получить на реализацию своего проекта 30 тысяч рублей. Старший сын. Как прошла весенняя премьера в Каннском драмтеатре. О необычной выставке «Жилищ для пернатых гостей» и о результатах трековых гонок. Также вас ждет много другой полезной информации. Не переключайтесь. Волшебство вкуса. Душевная атмосфера. Сочетание классики и домашнего уюта. Европейского стиля и простоты. Ресторан «Канны». С 12 до 16.00 здесь действует скидка на основное меню 50%. После 16.00 скидка 20%. Ресторан «Канны». Не отказывайте себе в удовольствии. Узнайте о специальных рекламных предложениях по телефону в 18.61. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. 17 марта стартует грантовый конкурс «Канск-2020» в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория-2020». Цель данного проекта – выявление инициатив молодежи для реализации их идей с социально значимым эффектом для Аканской и для его жителей. Лучшие идеи получат административную и финансовую поддержки до 30 тысяч рублей. С 17 по 19 марта участнику необходимо пройти школу проектной грамотности, где приедет опытный бизнес-тренер, который научит в течение вот этих дней, научит, как свою идею сформировать в проект, как прописать цели и задачи, прописать смету на свое мероприятие, как привлечь спонсоров к этому мероприятию и вообще, как в будущем рассказать о мероприятии, чтобы о нем знали и что ты сделал. В рамках конкурса установлено пять номинаций – «Жить в Сибири», «Сибирское здоровье», «Карьера в Сибири», «Свободная номинация» и «Номинация творчества», которая объединит проекты, развивающие движение КВН и молодежные субкультуры. Завершится конкурс 20 марта молодежным форумом. Стать участником проектной школы может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно до 12 марта отправить заявку на адрес электронной почты многопрофильного молодежного центра. 110-я юбилейная весна в Каннском драматическом театре началась с пьесы Александра Вампилова. Старший сын собрал полный зал. Спектакль, постановка которого приурочена сразу к нескольким юбилейным датам, рассказал зрителям историю одной семьи и пришелся по душе. Подробнее в сюжете Татьяна Лисогор. В год 110-летия Каннского драматического театра и 80-летия со дня рождения Александра Вампилова зрителю представили спектакль «Старший сын». Пьеса, написанная еще в прошлом веке, пережила массу постановок. На этот раз это свежий взгляд московского режиссера Данила Романова на запутанную историю одной семьи, в которой неожиданно-негаданно появляется старший сын. Он твой родной брат. Что? 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 Ощущения, ну, довольно-таки неожиданные. Думал, все будет по-другому, конечно, но зритель такой довольно-таки хороший, приветливый такой, очень хорошо принял. Работать было легко, вернее, создавать было тяжело, а вот уже сам продукт, в принципе, было легко и приятно дарить зрителям. Молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История начинается с обмана, но, как ни странно, приводит к любви. В спектакле широко задействованы молодые актеры, однако это не помешало режиссеру быстро найти общий язык с труппой театра и буквально за месяц подготовить премьеру. Неожиданно легко, неожиданно легко и быстро, вот, что пугало, конечно, потому что, знаете, когда легко, кажется, может что-то не так, нет, по-моему, все так. Свои образные декорации от художника-постановщика Александры Карпейкиной погрузили всех в необычную атмосферу. По задумке режиссера было задействовано все театральное пространство. Произошел некий слом четвертой стены, и действие спектакля не было ограничено сценой. Гуляй, левайся, как холод собачий. Не знаю, мой. Ну, подожди, давай поболтай. Начинающая актриса Татьяна Шевченко, исполняющая непростую женскую роль, сумела приковать к себе внимание зрителей, несмотря на то, что ее героиня отнюдь не главный персонаж пьесы. Моя героиня, ну, она обычная женщина. Она одинокая женщина, которая за свою жизнь уже успела, так скажем, почувствовать боль от отношений. От этого она одевает маску, говорит, ну, хорошо, раз вы со мной вот так поступили, значит, я буду с миром поступать так. Зрители понемногу привыкают к новаторским постановкам и неординарным решениям классических сюжетов. Каждое поколение могло увидеть в персонажах себя. А дети, в каком бы зрелом возрасте они ни были, получили еще один ключ к пониманию своих родителей. Не сразу ням-ням все вот это съесть, а понять вообще о чем. Так разукрасить все эпизоды, все эти разговоры, теми приемами, которые я сейчас увидела. Я полную восторгу. Важным акцентом постановки «Старший сын» стали современные музыкальные композиции, раскрывающие глубину авторской задумки. Для тех, кто пропустил премьеру, познакомиться со старшим сыном вы можете еще 18 и 26 марта. Татьяна Лисогор, Анастасия Мосина, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Острую жилищную проблему перелетных птиц накануне решали учащиеся лицей номер один. Выставка скворечников собрала более десятка работ, сделанных учащимися разных возрастов. Абсолютно каждый постарался отличиться неповторимостью и оригинальным воплощением своей задумки. Анастасия Трикос поделится подробностями. Весна уже вступила в свои права. То тут, то там слышны птичьи трели, кошачьи песни и сорочьи сплетни. Вот как раз та самая сорока и принесла на хвосте новость, что птичья недвижимость нынче в цене. Пора позаботиться о квартирке. Учащиеся лицея номер один показали всю широту своей фантазии на выставке-конкурсе скворечников, сделанных своими руками. Скворечники получили самых разных форм, размеров и видов. Тут и скворечник в виде брусчатой избушки, и жилища для двух птиц одновременно, и усадьба с настоящим пристроенным садом. Более взрослые учащиеся мастерили экспонаты самостоятельно. Самые маленькие же заручились поддержкой всей семьи. Этот скворечник смастерил брат Миша. Я его начала первое раскрашивать, потом мама мне помогала его раскрашивать. И мама моя очень сильно красиво рисует. К слову, это не просто выставка, а еще и конкурс, в котором представлены три номинации. Самый креативный скворечник, самый удобный и правильный скворечник, и самый красивый. Мы хотели бы, чтобы дети обратили внимание на проблему птиц, гнездования птиц в нашем городе. Также, чтобы было привлечение, их личный вклад был какой-то определенный, именно в изготовление вот этих домиков для птиц. Птицы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую помощь для окружающей природы, но и радуют нас, жителей города, своим видом и пением. Но самое главное – это то, что строя скворечники, детям прививается любовь к животным и родной природе. Вот такие уютные домики для птиц совсем скоро разместятся на деревьях нашего города. Организаторы планируют передать скворечники на станцию ЮНАТОВ. Теперь еще больше пернатых жителей найдут свои комфортные жилища. Новости спорта. В Канске прошел этап чемпионата края по трековым гонкам. За звание победителя на скользкой трассе боролись гонщики из Красноярска, Черногорска, Ачинска и Каннска. Кто стал лучшим, знает мой коллега Леонид Юрков. Ему слово. Трековые гонки – это скорость, драйвы, структы и виражи. Важное условие проведения гонки – наличие снежного покрова, что значительно усложняет прохождение всех поворотов этой кольцевой трассы. Трасса у нас сегодня вообще была отменная. Просто погода, нам просто повезло, что все ни сник, ни таял. Скоростя были высокие. Не было ни переворотов, ничего такого особенного не было. То есть гонка прошла быстро, все довольные. Наши ребята вообще удачно выступили. Хоржу и молодые ребята нормально себя показали. То есть, ну и довольно-таки опытные гонщики нормально выступили сегодня. На трассу водителя с ветеранами автоспорта стали по-настоящему молодые спортсмены. Самому юному гонщику всего 14 лет. Но в скоростной схватке молодость и упорство уступили мастерству и опыту. Победу в соревнованиях праздновал Олег Герасимов. Сыганцевый гонщик с огромным стажем. Сегодняшняя победа очень приятна, потому что был большой перерыв в силу возраста, в силу непроведения данного соревнования в городе Каннске. Ну и вот сегодня так удача повернулась. Как бы здорово. Но молодежь такая подтягивает, что они такие серьезные соревнования были. Вы сами видели, да, такие боевые. Прям не так, что там взял, поехал и уехал. Нет, такого сегодня не получалось. Пацаны боролись. Мне очень нравится Каннский трек. Мне он нравится, его конфигурация больше всего. Он очень широкий, очень скоростной. Высокие скорости на входе в первый же поворот. То есть мне он устраивает на все 100%. И всегда, когда проходят этапы в Каннске, я всегда приезжаю, потому что мне очень нравится эта трасса. По словам организаторов соревнования для удобства гонщиков, в следующем году гонка будет проведена в канун Дня Защитников Отечества. В этом же году, в преддверии первого весеннего праздника, свои победы мужчины посвятили своим воздревленным женщинам. Леонид Юрков и Вячеслав Морозов. Специальный трекомпаний Каннск. Пятый канал. Далее вас ждут прогноз погоды и рубрика «Полезно знать», в которой мой коллега Леонид Юрков расскажет, где приобрести в Каннске самые свежие и красивые цветы к 8 марта. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Чего хотят женщины? Этим вопросом, особенно остро мы, мужчины, задаемся накануне 8 марта. Праздника, который с нетерпением ждут наши прекрасные дамы. И вопрос, как угодить с подарком в такой день, зачастую для нас становится настоящим испытанием. В салоне цветов «Магнолия» помогут с решением этой непростой задачи, ведь цветы веками признаны символом весеннего праздника и беспроигрышный вариант по любому случаю. Салон цветов «Магнолия» предлагает самый лучший выбор в городе свежесредственных цветов на любой вкус. От самых простых до экзотических. Самые распространенные из экзотических растений, которые у нас есть в срезке, это, наверное, орхидеи, цимбидиумы, это гортензии. Из необычных цветов это стрелиция. Также есть очень интересный цветок, это африканская роза протея. Вот так, от классики до экзотики. Некоторые из растений просто нереально встретить в других цветочных магазинах Канска, настолько они редкие. В «Магнолии» работают с проверенными поставщиками, поэтому здесь вам могут гарантировать свежесть цветов. И даже такой распространенный цветок, как роза, имеет исключительное качество. Элегантные белые, традиционные красные, розовые для романтических натур и неординарные с каймой. Розы от 40 сантиметров до метра. Размер, кстати, прямо пропорционален степени восхищения. Чем выше, тем лучше. А если вы не знаете предпочтений своей женщины, это не беда. Опытные флористы подскажут и даже готовы выполнить индивидуальный заказ в виде композиции или фигуры из цветов. В срезке здесь также хризантемы, герберы, огромный выбор лилий и, конечно же, самые весенние цветы – тюльпаны. Сочинские тюльпаны премиального качества порадуют даже самую требовательную особу. Нужно отметить, все больше становятся популярными цветы в горшках. Особенно часто его берут в качестве корпоративного подарка. При правильном уходе такой цветок будет радовать долгие годы. Это у нас азалия, антуриум, фиалки, также у нас розы, хризантемы. В общем, масса-масса огромного выбора. В Магнолии все для удобства клиента. Здесь работает прием предварительных заявок, доставка по городу и району. А в канун Международного женского дня салон дарит своим клиентам скидку – 10%. Салон Магнолия на Герцена 7Г работает круглосуточно. Леонид Юрков и Александр Минеев. Специально для рубрики «Полезно знать». Здравствуйте! О погоде в Канске расскажу вам я, Татьяна Рисогор. Вначале прогноз синоптиков на ближайшие 5 дней. Спонсор прогноза погоды – кафетерий «Галина». На улице 40 лет октября, 37. Кафетерий «Галина» – кондитерские изделия, проверенные временем. Секрет наших вкуснейших тортов и выпечки прост. Это натуральные свежие ингредиенты и неизменная рецептура, которую мы бережно сохранили для вас. Любимый вкус детства – вкус праздника. Теперь все это стало еще ближе. Рады сообщить об открытии нового отдела тортиков в торговом центре «Порт Артур-2». Самая свежая и вкусная выпечка ждет вас каждый день. В 1912 году, 7 марта, был совершен первый беспосадочный перелет из Парижа в Лондон. Его совершил Анри Сейме. А спустя 45 лет в этот же день состоялся первый полет пассажирского турбовинтового самолета Ан-10. А сейчас прогноз погоды на ближайшие сутки. Седьмого марта солнечно, ветер южный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура ночью – минус 8, минус 12. Днем – 0, плюс 3. На этом все. Смотрите прогноз погоды на пятом канале. И тогда капризы природы не станут для вас неожиданностью. Редактор субтитров А.Семкин